Каждый Женщину, религию, дорогу Дьяволу служить или пророку Каждый выбирает для себя Дьяволу служить или пророку Каждый выбирает для себя Каждый выбирает по себе Слово для любви и для молитвы Шпагу для дуэли мечта битвы Каждый выбирает по себе Каждый выбирает по себе Каждый выбирает для себя Выбираю тоже, как умею Никому в претензии не имею Каждый выбирает для себя Никому в претензии не имею Каждый выбирает для себя Я медленно учился жить Ученье трудно мне давалось К тому же часто удавалось Урок на после отложить Пол жизни я учился жить И мне за леность доставалось Но ведь пол жизни оставалось Я полагал, куда спешить Я невнимателен бывал То забывал семь раз отмерить То забывал слезам не верить Урок мне данный забывал И все же я учился жить Отличник, нет, не получился Зато терпенью научился Уменью жить и не тужить Я поздно научился жить С былою ленью разлучился Да правда ли, что научился Как надо, научился жить И сам плечами лишь пожмешь Когда с утра забудешь снова Не выкинуть из песни слово И что посеешь, то пожнешь И снова, снова к тем азам В бумагу с головой заройся Сезам, я говорю, откройся Не отворяется сезам Всего и надо, что вглядеться Боже мой Всего и дело, что внимательно вглядеться И не уйдешь И никуда уже не деться От этих глаз От их внезапной глубины Всего и надо, что вчитаться Боже мой Всего и дело, что помедлить над строкою Не пролеснуть нетерпеливою рукою А задержаться Прочитать и перечесть Мне жаль неузнанной до времени строки И все ж строка Она со временем прочтется И перечтется много раз И ей зачтется И все, что было в ней Останется при ней Но вот глаза Они уходят навсегда Как некий мир, который так и не открыли Как некий Рим, который так и не отрыли И не отрыть уже И в этом вся печаль И и вас немного жаль Мне жаль и вас За то, что суетно так жили Так спешили Что и не знаете Чего себе лишили И не узнаете И в этом вся печаль А впрочем, я вам не судья Я жил, как все Вначале слово безраздельно Мною владело А дело после было После было дело И в этом дело все И в этом вся печаль Мне тем И горек мой сегодняшний удел Покуда мнил себя судьей В пророки метил Каких сокровищ под ногами Не заметил Каких созвездий В небесах Не разглядел Элегия Тихо Сумерки Бабье лето Четкий Частый Щемящий звук Будто Дерево Рубят Где-то Я Засыпаю Под этот звук Сон Происходит В минувшем Веке Звук Этот Отслышится Век Назад Ходят Веселые Дровосеки Рубят Рубят Вишневый Сад У них Особые На то Виды Им смешны Витающие В облаках Они аккуратны Они деловиты У них Подковки На сапогах Они идут Преминая Травы Они Топорами Обличены Я знаю Они Дровосеки Правы Эти Деревья Обречены Но Птица Вскрикнула Ветка Хрустнула И В медленном Угасание Дня Что-то вдруг Старомодно Грустное Как дождь Пронизывает Меня Ну Полно Мне-то Что быть в обиде Я Посторонний Я Ни при чем Рубите Вишневый Сад Рубите Он Исторически Обречен Вздор Сантименты Они тут Лишние А ну еще Разик Еще Разок И снова Сняться Мне Вишни Вишни Красный Вишневый Сок Я сегодня Выступаю Перед вами Читаю стихи Разных лет Стихи написанные В разные годы И по преимуществу Вошедшие в мою книгу Избранных стихотворений На вечерах Принято Отвечать На вопросы Вот Мы сейчас Находимся У меня Дома В моем представлении Это не совсем Что ли Интеллигентно Говорить Когда тебя не спрашивают Ибо Я думаю Что Дело музыканта Играть Дело Певца Петь Ну а если ты поэт Ну читай тогда Стихи Тем не менее Не исключаю я Что какие то есть у вас Ко мне вопросы Вот И знаю Знаете Образовался какой то круг Такой Типовых что ли Вопросов Которые обычно На вечерах задают В письмах Читатели пишут Поэтому я простите Без вашей так сказать Просьбы Попробую На какие то основные Такие Что ли Вопросы Как то коротко Ответить Вдруг они у вас Возникнут Ну Скажем Один из таких Самых распространенных Вопросов У меня их Там какое то количество Хранится в общем Вот Это часто повторяются Ну спрашивают Скажем Такого типа Там Ну как рано Вы начали писать Как там Что этому способствовало И так дальше Кто ваши Учителя там И прочее Вот такие ну Самые первые Как говорится Вопросы Что могу я об этом сказать Писать я начал Весьма рано Может быть Слишком рано Ну как и все В общем Кто начинает Ну Как вы видите Я Начал И не бросил Хотя Некоторые на том И останавливаются Вот Это я все продолжаю Ну Как писал Как пишут все Это было школьные годы Как пишут все Дети в общем Или юные люди Так писал и я А с годами Ну обретался Так сказать опыт Жизненный Литературный И так далее Кто мои учителя Сказать не очень просто Я думаю Я думаю Что каждый Советский Русский поэт Во всяком случае При разных разночтениях Как говорится Там Все таки должен думать И так оно и есть На самом деле Учителем является Русская поэзия В целом Вот Наша Великая Высокая поэзия Прошлого века И этого тоже Это Учителя Ну если говорить О поэте Или Литераторе Или художнике Который сыграл Ну Наиболее существенную Что я роль В моей жизни Просто В моей жизни И литературной В частности тоже Это как ни странным Покажется На первый взгляд Хотя об этом уже И писали неоднократно В нашей критике Когда обо мне Шла речь Это Антон Павлович Чехов Который Для меня Так сложилось Уже Всегда являлся Эталоном Вот И литературной работы И поэтической Вот И чисто Человеческой Нравственной И так далее Сейчас я прочитаю Стихотворение Новый год У Дуная Это из книги Кинематограф Книга Несколько такого Сложного Построения Но может быть Я еще чуть позже Что-то коротко О ней скажу Новый год У Дуная Камень Старинный Башни Мосты Мосты Ограды Гостеприимны Древние Эти Грады Благословенны Тихие Эти Веси Колокола Воскресные В Поднебесе Под Под куполами Золотом Синевую Над Россией Мосты Синевую 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 Мосты Эти Мосты Мосты Бесконечные Мосты 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 В какой Мире Чувства Иронии Тих envision Переплетенная Грустью Иронией В какой Мире Помогает Мне Писать Не знаю Думаю Это От его посылки его для меня существование сегодняшние всегдашние поэтому во всех моих книгах независимо от моей воли и сам он как-то в общем ну присутствует сам чех ялкиновский домик вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой вежливый доктор с улыбкой застенчиво кроткой как мне ни странно и как ни печально увы старый мой доктор я старше сегодня чем вы годы проходят и как говорится сиг транзит глория мунди и все-таки это нас дразнит годы куда-то уносятся чайки летят ружья на стенах висят да стрелять не хотят грустная желтая лампа в окне мезонина чай на веранде вечерних теней мешанина белые бабочки бьются над желтым огнем дом заколочен и все позабыли о нем дом заколочен и нас в этом доме забыли мы еще будем когда-то но мы уже были письма на полке пыляться забыли прочесть мы уже были когда-то но мы еще есть пахнет грозою в погоде видна перемена это ружье еще выстрелит о непременно съедутся гости покинутые дома живет маятник медный качнется струна запоет дышат в саду за пустелом ночная прохлада мы старомодны как запах вишневого сада нет ни гостей ни хозяев покинутый дом мы уже были но мы еще будем потом старые ружья на выцветших старых обоях двое идут по аллее мне жалих обоих тихий спросонья гудок парохода в порту зелень крыжовника вкус кисловатый во рту что-то случилось нас все покидают старые дружбы как листья опали что-то тарелки давно не летают снежные люди куда-то пропали а ведь летали над нами летали а ведь кружили по снегу кружили добрые феи над нами витали добрые ангелы с нами дружили добрые ангелы что ж вас не видно добрые феи мне вас не хватает все таки это ужасно обидно знать что никто над тобой не летает лучик зеленые звезды на рассвете красной планеты ночное сиянье как мне без вас одиноко на свете о недоступные мне марсиане снежные люди ну что ж вы ну где вы о белоснежные нежные девы дайте мне руки раскройте объятия о мои бедные сестры и братья грустно прощаемся с детскими снами вымыслы наши прощаются с нами крыльев не слышно уже за спиной робот храпит у меня за стеною что происходит на свете а просто зима просто зима полагаете вы полагаю я ведь и сам как умею следы пролагаю в ваши уснувшие ранние порою дома что же за всем этим будет будет январь будет январь вы считаете да я считаю я весь давно эту белую книгу читаю этот с картинками в юге старинный букварь чем же все это окончится будет апрель будет апрель вы уверены да я уверен я уже слышал и слуха но я проверен будто бы в роще сегодня звенела свирель что же из этого следует следует жить шить сарафаны и легкие платья из вы полагаете все это будет носиться я полагаю что все это следует шить следует шить ибо сколько в юге не кружить не долговечный о комала и капала так разрешите же в честь новогоднего балла руку на танец сударыня вам предложить месяц серебряный шар со свечой внутри и карнавальные маски по кругу по кругу по кругу вальс начинается дайте ж сюда руку и раз-два-три 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 а в книге день такой-то у меня есть небольшой цикл стихотворений он называется старинные петербургские гравюры я хотел бы вам сейчас прочитать одно из них он называется плач о господине галяткине ну я напомню на всякий случай вам что галяткин это один из персонажей одной из ранних повестей достоевского двойник но само так сказать желание к этому обратиться не столь исключительно скажем для нашей литературы которая то и дело этим занималась то есть обращала свои взоры к маленькому забитому человеку я увидел в галяткине нечто еще и другое даже вот покойный владимир николаевич орлов писал в одной из своих книг что какую-то новую трактовку значит я там так сказать что ли сотворил и так далее я не знаю насчет новой трактовки но видимо новым здесь было то что для меня галяткин ну явился что ли не просто объектом жалости и сочувствия так сказать просто маленький так сочеловек но и человек желающий так сказать восстать против этого всего несправедливого неправды и даже почти почти могущим он почти может но увы конечно возможности у него не таковой для этого ну послушайте стихи плач о господине галяткине господин галяткин душа моя человечес смиренный и тихий вольнодумец тишайший бунтарь незадачливый сокрушитель печальный это что за погода у нас что за ветер такой окаянный это что за напасти такие одна за другую на голову нашу господин галяткин душа моя старый питерский житель утешитель опальный бедолага отпетый страстотерпец строптивый это что там за мерзкие рожи мелькают за этой треклятой вьюгою на невском прошпекте что за гнусные хари что за рыло свиные люциферова грозное семя господин галяткин душа моя человек незлобивый и кроткий вольтерьянец смиренный дон кишот на манер петербургский что за хитрые сети плетет сатана вокруг нас что уже нам и шагу ступить невозможно это что за потрава на нас это что за облава как словно все разом бесовские силы сошлись против нас в этом дьявольском тайном комплоте господин галяткин душа моя старый питерский житель мой двойник мой заветный тайник мой дневник не написанный мною он стоит на холодном ветру потирая озябшие руки отвечает смиренно и кротко авось обойдется господин галяткин душа моя в чем воистину его сила не подвержен унынью все авось говорит обойдется может все еще к лучшему все еще к лучшему вдруг обернется к нам фортуна лицом повернется судьба улыбнется а вьюга то вьюга на проспекте на невском все пуще и пуще а свиные тарыла за этой треклятой вьюгою уже и в конец обнаглели то куснуть норовят то щипнуть то за полу шинели подергать да к тому же при этом еще заливаются смехом бесстыжим господин галяткин душа моя человек незлобивый и кроткий да ведь тоже недолго ему осерчать не на шутку да ведь ежели это к то дело пойдет тут уже амбиции пахнет сатисфакции пахнет а может быть даже того конфронтации даже тут уж ежели что господа тут такое пойдет тут такое начнется тут достанется может быть даже сиятельным неким особом эй коня господину галяткину черт побери да кольчугу да шпагу острый меч господину галяткину поживее барабаны бьют на плацу барабаны бьют барабаны чей-то конь храпит чей-то меч звенит чья-то тень вдоль стены крадется колокольчик бубенчик звенит вдалеке звенит колокольчик только все обошлось бы о господи авось обойдется авось обойдется и еще один тоже так сказать типовой вопрос который обычно возникает на вечерах поэзии читатели в письмах к этому то и дело возвращаются это все что связано с войной и с так называемым военным поколением нашей литературы и поэзии поколению которому и я имею честь принадлежать эта тема серьезная можно бы долго говорить но в двух словах что же я учился перед войной в фли в институте истории литературы и философии как почти все студенты нашего института я добровольцем ушел на фронт начинал войну под москвой был солдатом вторым номером пулемета кстати с покойным моим другом рано умершим поэтом Семеном Гудзенко окончил войну под Прагой в Чехословакии потом попал еще на ту небольшую войну в Манчжурии вот такой вот такой мой военный так сказать опыт что можно об этом сказать естественно что опыт войны сыграл ну может быть решающую роль формирование личности так сказать любого человека который прошел войну ну и тем более если это был поэт тех кому посчастливилось вернуться с этой войны выжить и остались поэтами они стали такими поэтами какими они стали то есть война их не родила не сделала поэтами а сделала такими какими они стали ибо она дала им бесценный жизненный опыт ибо война это тоже жизнь хотя там умирают но это опыт уникальный опыт как бы многих жизней сразу многих смертей смертей ближних друзей и своей собственной смерти неоднократной поэтому опыт конечно это уникален и ничем не заменим а дальше ну судьбы складывались по-разному поэтов этого поколения тематически так сказать одни привязаны к этой теме до сих пор другие в меньшей мере но самое существенное я думаю что о чем бы ни писал поэт скажем у нашего поколения военного фронтового где-то за текстом или в нем или за ним присутствуют эти наши представления данные нам тем временем представления о ценности людской жизни представления о дружбе о братстве о чести о честности и так далее вот это я думаю есть все то что связывает этих очень разных сущностей людей и очень разных поэт ну что с того что я там был я был давно я все забыл не помню дней не помню дат не тех форсированных рек я неопознанный солдат я рядовой я имя рек я меткой пули недолет я лед кровавый в январе я прочно впаян в этот лед и в нем как мушка в янтаре но что с того что я там был я все избыл я все забыл не помню дат не помню дней названий вспомнить не могу я топот загнанных коней я хриплый окрик набегу я миг непрожитого дня я бой на дальнем рубеже я пламя вечного огня и пламя гильзы в блиндаже но что с того что я там был в том грозном быть или не быть я это все почти забыл я это все хочу забыть я не участвую в войне она участвует во мне и отблеск вечного огня дрожит на скулах у меня уже меня не исключить из этих лет из той войны уже меня не излечить от той зимы от тех снегов и с той землей и с той зимой уже меня не разлучить до тех снегов где вам уже моих следов не различить но что с того что я там был не тяже не тащи и с той и с той же но что с ума не тяже не тяже и с той это Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, И удивится, как близко черемухой пахнет, Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, Жизнь впереди, как еще не раскрытая книга. Кто-нибудь утром проснется сегодня и ахнет, И удивится, как быстро черемуха чахнет, Сохнет под окнами деревца, вьюгою пахнет, Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами. Кто-нибудь утром сегодня совсем не проснется, Кто-нибудь тихо губами к губам прикоснется И задохнется, как пахнет бинтами и йодом, И стеарином, и свежей доскою сосновой. В утреннем воздухе пахнет бинтами и йодом, И стеарином, и свежей доскою сосновой, Пахнет снегами, морозом, зимой, холодами, И ничего не поделать, черемухой пахнет. Пахнет черемухой в утреннем воздухе раннем, Пахнет влюбленностью, пахнет любовным признанием, Что бы там ни было с нами, но снова и снова Пахнет черемухой и ничего не поделать. Новогоднее послание Арсению Александровичу Тарковскому Эпикров из его стихов Я кончил книгу и поставил точку Итак, я завершил свой некий труд, Которым завершился некий круг Я кончил книгу и поставил точку И тут я вдруг, хоть вовсе и не вдруг, Как раз и вспомнил эту вашу строчку Арсений Александрович, мой друг Эпитет старший не влезает в строчку Не то бы я сказал, конечно, старший Вы знаете, как мне не по душе То нынешнее модное пижонство То понебратство, то амикошонство То легкое уменье восклицать Марина Анна, о, Марина Анна Не чувствуя, как между М и А Рокочет Р, и там зияет рана Горчайший знак естественных утрат Арсений Александрович, мой брат Мой старший брат по плоти и по крови Свободного российского стиха Да и по той, по красной, что впиталась Навечно в подмосковные снега Земную пробуравим оболочку Итак, зачем, вы спросите, к чему Сейчас я вспомнил эту вашу строчку А лишь затем сказать, что вас люблю И что покуда рано ставить точку Что знаки припинания вообще не наше дело И их расставит время Знак восклицания или знак вопроса Кавычки, точку или многоточки Но это все когда-нибудь потом И пусть кто хочет думает о том А мы еще найдем, о чем подумать Позвольте же поднять бокал за вас За ваше здравье и за ваше имя Где слово Арс, искусство, как в шараде Со словом Сень соседствует недаром Напоминая отзвук сотрясений Стократно повторившихся в душе За ваши рифмы и за ваш рифмовник За ваш письмовник и гербовник чести За вас, родной словесности, фонарщик Святых теней, бессменный аташе За ваши арпы, флейты и фаготы За этот год и за другие годы В которых жить и жить вам вопреки Хитросплетениям критиков лукавых Чьи называть не станет имена Пускай себе, не наше это дело Закончить я хотел бы стихотворением из моей новой книги Послание юным друзьям Я, побывавший там, где вы не бывали Я, повидавший то, чего вы не видали Я, уже там стоявший одной ногою Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна Даже когда трудна и когда опасна Даже когда несносна, почти ужасна Жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна Вот, оглянусь назад, далека дорога Вот, погляжу вперед, впереди немного Что же там позади, города и страны Женщины были, Жанны, Марии, Анны Дружба была и верность, вражда и злоба Коме земли стучали, а крышку гроба Старец Харон над темною той рекою Ласково так помахивал мне рукою Дескать, иди сюда, ничего не бойся Вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем Как я цеплялся жадно за каждый кустик Как я ногтями в землю впивался эту Нет, повторял в беспамятстве Не поеду, здесь, говорил я Здесь хочу оставаться Ниточка жизни, шарик непрочно свитый Зыбкий туман надежды, дымок соблазна Штопанный, перештопанный, мятый, битый Я говорю вам, жизнь все равно прекрасна Да, говорю, прекрасна и бесподобна Как там не своевольно и не строптиво Ибо к тому же знаю весьма подробно Что собой представляет альтернатива Робкая речь ручья, перезвон капели Мартовской брагой дышат речные броды Лопнула почка, птицы в лесу запели Вечный и мудрый круговорот природы Небо багрово-красно перед восходом Лес опустел, морозно вокруг и ясно Здравствуй, мой друг, воробушек С Новым Годом! Холодно, братец, а все равно прекрасно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова